Точность, слаженность и высокие результаты. Азербайджанские и турецкие моряки оттачивают свои навыки на совместных военных учениях. На очередном этапе учения спецназовцы военно-морских сил выполнили учебно-боевые задачи по планированию операций, обезвреживанию диверсионно-террористической группы условного противника и уничтожению его временной базы. Азербайджанские и турецкие военные учения проходят также в Карабахе, на территории Лачинского района. Проводящиеся маневры предусмотрены соглашением о военном сотрудничестве между двумя государствами. Главной целью учения является совершенствование совместной работы военнослужащих при проведении боевых операций. В частности, развитие навыков командования по принятию решений и управлению подразделениями. Особое внимание уделено использованию современной техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности. Конечно, Азербайджан должен отрабатывать разные сценарии, в том числе и сценарии контртеррористических операций. По этим сценариям очень богатый опыт есть у Турции, у турецких вооруженных сил. Они их неоднократно применяли на севере Ирака, на севере Сирии. Там тоже, вы знаете, очень сложный рельеф, очень сложная местность, горная местность, плохие дороги и так далее. Политолог уверен, что учитывая реваншистские настроения определенных кругов в Армении, Азербайджан должен совершенствовать профессионализм своих вооруженных сил. Поэтому азербайджанская армия совершенно естественно, понимая те вызовы, которые стоят перед ней, и азербайджанское военно-политическое руководство, понимая те вызовы, которые есть сейчас и которые могут возникнуть через 5, 7, 8, 10 лет, безусловно, готовится к разным родным сценариям, отрабатывает эти разные родные сценарии, отшлифовывает свое мастерство, мастерство своих офицеров и так далее. В конце июня вооруженные силы Азербайджана и Турции привели совместные тактико-специальные военные учения в Нахчеванской автономной республике. Глубление сотрудничества двух стран в военно-промышленной сфере предусматривается Шушинской декларацией, которую 15 июня подписали президенты Ильха Малиев и Раджептей Пердоган. Продолжение следует...